Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается течение рождественского поста и как-то две передачи назад в преддверии поста мы сказали о том, что пост есть не просто воздержание от набора каких-то продуктов, но и в том числе насыщение духовное. Вот этим насыщением духовным мы с прошлой нашей передачи озадачились и это насыщение начали. Мы решили в течение рождественского поста предложить вам пищу для ума, пищу для сердца, пищу для души чтением евангельских отрывков. Наша передача выходит по вторникам и во вторник служатся в некоторых храмах литургия и за этой литургией читаются евангельские отрывки. Вот эти евангельские отрывки мы будем предлагать вашему вниманию и будем разбирать их с нашими гостями. И сегодня у нас в студии гость, священник Татьянинского храма при госуниверситете, отец Николай Зинин. Здравствуйте! Добрый день. Сегодняшний евангельский отрывок за литургией это Евангелие от Луки, 17 глава, с 25 стиха. Прочитаем, напомню, что читаем мы синодальный перевод. Если имеете желание, дорогие телезрители, вы можете следить за нами по тексту. 17 глава, 25 стих. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену роду сим, говорит Христос. И как было во дне Ноя, так будет и во дне Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дне Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не возвращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будет двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Вот такое вот достаточно сложное евангельское чтение. И, наверное, замечательно, что у нас второй вторник подряд выпадают такие нелегкие евангельские отрывки. Я бы даже хотел вот заметить свое личное наблюдение, что наш лекторий, то есть разбивка чтений Священного Писания Нового Завета по дням недели, она так сложилась, что в основном люди посещают какие службы? Выходных дней. Суббота и воскресенье. Это самое максимальное, когда человек... Потому что понятно, что если рабочий день, то человеку трудно бывает с утра на литургию попасть, чтобы потом поработать. Хотя я думаю, что при ранней службе можно и такое успеть. Но зачастую люди слышат евангельские чтения как раз в воскресных и субботних дней. И получается, что круг этих чтений ограничен. И в основном это чудеса, исцеления, реже притчи, реже какие-то... И я стал замечать, что какие-то моменты, ну, такие даже вот тяжеловатые для восприятия, в том числе, например, обличение книжников и фарисеев, и лицемеров, они как-то вот с главного плана-то ушли, уступив место чудесам Христа и его исцелениям. И это тоже вот... Это был один из таких тоже вопросов собора, который не состоялся, наша церковь, по причине революции, большевистского переворота. Напомню, что в 1917 году уже открылись заседания, в 1917 году открылись заседания по местному собору нашей церкви, где в том числе вопрос лектории тоже стоял. То есть какие мы отрывки из Писания, и можно ли, например, в приходских храмах, где служат в основном субботу и воскресенье, сделать другой порядок чтений, чтобы все-таки за год человек слышал весь Новый Завет, а не только вот какие-то определенные фрагменты, которые на слуху. И вот я заметил, что такие вот моменты... И вот, да, радостно, что у нас передача выходит по вторникам, и как раз этот день, который в основном чаще всего выпадает из-за чтений. Вот уже вторую программу. Ну, вернемся к чтению. Что мы можем сказать по поводу его? Вот, сложность главным образом заключается, я так понимаю, в том понимании, о чем вообще Христос говорит. Вот часто этот фрагмент считают фрагментом, посвященным концу света. И вот такие фрагменты, скажем, как мы сейчас прочитали, называют малыми апокалипсисами. То есть для наших телезрителей, которые, может быть, не совсем просвещены, напомним, что есть отдельная книга Нового Завета, так называемая «Большой апокалипсис», книга «Откровения» Анны Богослова. Она заканчивает Библию, заканчивает книги Нового Завета. Но есть малые апокалипсисы, скажем, глава или чуть больше в Евангелии от Матфея. И вот такие вот отрывки. И люди считают, что это посвящение именно концу света. Панталыку сбивают вот 30 стих 17 главы «Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится». И незнакомые часто с экзегетикой, с наукой о толковании священного писания, незнакомые с языком оригинала, люди считают, что явится он, в общем-то, о своем явлении втором страшном во время суда всеобщего. Вот об этом явлении он говорит. Но если мы с вами немножечко в контекст этой главы вообще окунемся, и увидим, что на самом деле Христос говорит об интересной вещи. Он говорит о разрушении Иерусалима. Вот. То есть, напомню, что в 70-м году Иерусалим был разрушен. Причем разрушен настолько, был сравнен с землей, камня на камне не оставалось. То есть действительно прям баранили эту землю, чтобы абсолютно была ровная площадка. Евреи многие ушли, если не сказать все, да, то есть они стали евреями рассеяния. Кто-то стал, кто-то нашел свое пристанище в Римской империи, кто-то ушел дальше ее пределов. И тот город, кстати говоря, Иерусалим, который сейчас стоит, и в который совершается такое большое количество паломнических поездок, это ведь Иерусалим абсолютно новый. Это не сохранилось абсолютно ничего от того старого города. Ну, подземные помещения есть предположение, что все-таки выранили поверхность, а все остальное, да? Все остальное было практически невозможно восстановить. Это новые кварталы, это новый храм гроба Господня, новый Иерусалим вырос, по-моему, если мне память не изменяет, где-то к 130-му году. Вот. Начал выстраиваться эти кварталы. И вот Христос-то как раз говорит, мне так кажется, да, если вы посчитаете несогласным себя, то можете дополнить. Мне-то как раз кажется, что здесь речь идет не о втором пришествии, а речь идет о следующем. Обратим внимание на первые стихи. «Так было и во дни Ноя, да, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел мой в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Что сообщает Христос? Он говорит о том, что вот иерусалимская жизнь идет очень размеренно. Здесь покупают, продают, здесь лавочки работают, здесь вот люди, крестьяне там что-то пашут и так далее. И так будет до 70-го года. Вот. Когда неожиданно, а я напомню, римская армия, она стремительная, она молниеносная, тем почти и завоевала полмира. Вот. Вот эта армия неожиданно обрушится на весь этот тихий, с его размеренной жизнью город. Не оставит камня на камне. И что, и когда это будет, ответ как раз в 30-м стихе. «Так будет в тот день, когда сын человеческий явится». Вот это вот слово «явится» на древних языках означает, что он вознесется. И вот «сын человеческий» — это отсылка к книге пророка Даниила. Мы сейчас не будем ее зачитывать, но смысл ее такой, что некий сын человеческий встает перед Адоная Господом, да, то есть он встает перед Богом Саваофом. Вот. Встает перед всей его славой. Мы с вами прекрасно понимаем, что если речь идет о Христе, то во всей своей славе перед Богом Отцом, то есть возносится он и встает в Царствие Божие после своего вознесения. То есть, по сути дела, Христос предсказывает и пророчествует о судьбе этого города. Тогда очень многие вещи нам станут понятны. Ну, на самом деле, есть и та, и та линия толкования, потому что если мы называем этот фрагмент малым апокалипсисом, то неизбежно он нас отсылает все-таки к последним дням жизни этой планеты, нашей цивилизации в том формате, в котором мы ее наблюдаем. Но и также для меня актуально и то толкование, которое вы озвучили. То есть я считаю, что вообще евангельский текст, он очень многослойный, многозначный, поэтому и то, и то толкование уместно. Но мне ближе толкование последних дней, потому что я здесь чисто исторический контекст виден, конечно, но он для меня не очень полезен. Я придерживаюсь той точки зрения, что слова Христа, они актуальны во все времена, и были, и есть, и будут актуальны, и для каждого человека. То есть, на самом деле, как-то вот актуальность этого текста почувствовать, ну, трудно, если это только вот про разрушение Иерусалима. Тогда, ну, как бы мы можем поговорить про исторический аспект, как бы, что, да, римляне пришли, в итоге разрушили, и на самом деле там был труп, поэтому собрались орлы. А, кстати, орлы же это тоже символ, да, войсковой римской армии. Вот был труп, прилетели орлы, как бы, орлы прилетели и осадили, и разрушили. Но так было ненависно, на самом деле, императоров достало уже вот постоянные какие-то попытки восстания, которые... Потому что стоит сказать нашим телезрителям, что после вознесения Христа еще не раз были попытки, какие-то люди являлись, которые говорили, что я мессия, ну, и их цель была как раз политическая война, борьба там. Ну, и она заканчивалась, конечно, поражением. Ну, и вот в последний раз уже император Тит, это очень... Данило, это состояние вещей, да, вплоть до того, что с граблями колесницы ездили и разравнивали. Поэтому, скажем, то, что мы называем стеной плача, это, на самом деле, остаток и часть фундамента храма Соломона, который, соответственно, был выше уровнем. Вот, раскопали, вот она, часть стены, поэтому она, стена плача. Что единственный храм иудаизма, и он разрушен, им негде приносить свою жертву Богу. Но для меня, конечно, вот более интересный аспект последних дней, потому что Христос здесь в том числе говорит о внезапности вообще, о внезапности нашей жизни. То есть на самом деле задумываемся, ну вот дненое, описывается там свадьба, все, да, и это само по себе-то неплохо. То есть эти вещи он не осуждает Господь. Или там садом люди продают, покупают, занимаются бизнесом, как бы зарабатывают деньги, и все это неплохо. Но Господь как бы дает, знаете, как есть в современной лексике такой термин, как дедлайн, то есть мертвая линия. Когда мы сдаем проект, когда там это надо вот уже сдать, да. И Христос здесь как бы людям указывает, ребята, вы, конечно, занимаетесь своими делами, я понимаю, что это наполняет вашу жизнь, я сам вам эту жизнь даю в чем-то, да. Но показывает, что истинная эта жизнь опять не только в этом. То есть вот если в людях пропадает интерес, перспектива вечности, интерес к Царству Божьему, то Господь говорит, смотрите, с чем это заканчивается. Мы же видим, что, например, потоп покрывает, да, там часть населения там значительная, гибнет. Люди, которые перспективу вечности, перспективу Бога сохраняют, остаются живы. Мы видим Содом. Пока там один только этот лод, хотя он даже с точки зрения Библии не совсем ведь праведник. И мы видим, что последующие события, которые с ним происходят после разрушения Содома этими огненными камнями, они не очень его как праведник характеризуют. И это не случайно. Но даже такой человек, как Лод, удерживает от разрушения целый город. Поэтому Господь его выводит из этого города. И уже потом совершается вот эта страшная природная катаклизма, страшная катастрофа, результатом которого сейчас является то, что эти города Содом и Гамора и прилегающие территории находятся на дне Мертвого моря. И не случайно оно мертвое. То есть вот настолько вот эта территория. Я думаю, такие локальные были моменты и вообще по земле. То есть просто нам Священное Писание, как память поколения, это дает прочувствовать. И Господь как бы говорит, смотрите, общество потребления, общество сиюминутности, общество наживы, оно в итоге либо тонет, либо огнем покрывается. То есть оно... И мы видим, как бы вот, войны до сих пор разгораются. Чем это не следствие вот этой разобщенности людей. И для меня это, конечно, страшные слова Христа, в том плане, что мы-то как раз в это общество и строим сейчас усиленными темпами. Мы строим общество потребления. В самом потреблении ничего плохого нет. В самом зарабатывании денег ничего плохого нет. Но мы видим, как это развращает людей и отводит их от Бога. Но и Господь говорит, вот для общества потребления есть только одна дедлайн. Это Содом и Гамора или вот потоп. То есть люди, остановитесь, там дальше нету дороги. И вот интересно еще в этом плане слова Христа дальнейшие, что так будет и в одни пришествия, двое будут молотить, и одна возьмется, другая нет. Нет. Вот это интересные слова, потому что они, вот это пришествие Христа, они как-то вот его растягивают в историчность. Потому что если это моментально, да, то это моментально. А тут некое есть оставление, некое взятие, некое собирание плодов, да. И апостол Павел об этом говорит, что мы благовествуем, мы сеем, кто-то сеет, кто-то баранит, кто-то жнет. Но радоваться будут все. И вот часто в Священном Писании спасение человека, оно ассоциируется с жатвой. Что наша цель, и Христос дает притчи про пшеницу, что она должна принести плод. Что посадили одно семечко, а выросло 60 или 100. И тогда это радость для того, кто сажал. Поэтому если Бог нам, или Бог нам дает таланты, а мы их умножаем и приносим больше. И в этом радость. И здесь как бы вот он апокалипсис как бы во времени. Или двое на постели, один берется, другой оставляется. Ну, то есть муж и жена на самом деле. Ну, да, потому что я слышал недавно, у меня совершенно дикие как бы толкования доносились со стороны представителей... ЛГБТ-движения. Да, ЛГБТ-движения, что вот двое на постели, один берется, другой, сказано, а не другая, оставляется. И тут, конечно, во-первых, это вполне возможно, что другое, это жена. А во-вторых, вспомним рассказ евангельский о том, что приходит друг к другу ночью просить хлеба, а он ему говорит, слушай, мы уже на постели, семья со мной уже лежит, и я не могу тебе встать и дать хлеба. То есть на самом деле традиция, скажем, того времени, той местности, что была одна постель, и на ней спали все, вся семья. Понятно, что у человека могут быть сыновья. Ну, то есть здесь просто употребляется один человек берется, другой человек оставляется. Или это сон всей семьи. И там есть и мужчина, и его сыновья, и жена, и дочери, соответственно. И они все на этой постели находятся. То есть вот опять некая избранность и некоторое созревание, скажем, для Царства Божия. Потому что часто вот люди недоумевают, даже вот память Отца Алексея, Богородства, вот Царство Ему Небесное, да? То есть такой человек, такой был центр притяжения. Но почему так рано Господь его забрал? И вот тут вот память вот об этом малом апокалипсисе, что когда жатва происходит, когда человек созревает, то в этот момент и происходит, по сути, вот, ну, его срезание, его радость в Царство, вхождение в Царство Божие. И в этом плане мне вот интересна мысль, что мы все живем вот в этот апокалипсис. Он длится, но созревание у всех по-разному происходит. Поэтому есть даже яблоки, есть ранние сорта, есть зимние, совсем поздние, в мороз, которые надо собирать. А есть состояние, когда, например, там, ну, вот, например, дыня, дунькина радость, да, грубо говоря. То есть если ее не сорвать зеленой с ветки, вот чуть-чуть она переждала, она уже внутри вся будет трухлявая, ее невозможно есть. То есть тут элемент, что вот совсем рано, да. Ну, это, конечно, небольшое утешение, скажем, родителей, которые потеряли по каким-то причинам ребенка, да. Потому что смерть детей – это самое, наверное, болезненное, что можно пережить. Но все-таки это некое указание на некую божественную любовь к человеку, который не дает переспеть. Ну, в разные мы люди, на самом деле. Кому-то вот дольше надо, кому-то совсем в сто лет, а кому-то вот и в два месяца будет вот самое то. Вот я так, моя так вера, как бы, мне говорит. Поэтому вот труп и орлы, да, вот они происходят и сейчас. То есть можно стать пшеницей, можно стать жатвой Господней, но если ты этим не становишься, то ты становишься трупом, ты становишься удобрением. Но тогда прилетают орлы и происходит вот или противостояние какое-то, или вот какие-то такие вещи, которые нас шокируют. Батюшка, еще вот у нас осталось совсем немного времени до конца эфира. Часто вызывает вопрос, вот фраза, она тоже неоднократно звучит в Евангелии, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. И у людей часто… Да, очень сложный момент. Здесь как бы вот мы обратились уже к теме жатвы и, наверное, проиллюстрируют лучше всего притчу о семени, когда Христос говорит, если семя упадет в землю и не умрет, то оно не даст плода. То есть что такое на самом деле прорастание семени? Прорастание семени – это смерть семени. И одновременно жизнь чего-то большего. Вот это вот вертикаль жизни, вертикаль божественная, вертикаль любви. Но чтобы она реализовалась, семя должно треснуть, оно должно умереть, оно все свои жизненные соки должно отдать ростку, а в котором уже появятся 10, 20, 60 таких же семян, которые умерли. И в этом плане Христос призывает нас быть этими семенами. То есть если мы просто будем пытаться сохранить свою оболочку как семени некого… Ну, свою жизнь для себя. Свою скорлупку, да. То мы не сможем дать колоса. И наоборот, да, если мы имеем какую-то перспективу божественную, то, ну, это как с парашютом, конечно, прыгнуть. То есть ты, конечно, прыгнуть ты можешь, но уверенность в том, что он раскроется, все-таки не так много, да. То есть это все-таки 50 на 50, или раскроется или нет. И здесь тоже вот интересный такой момент. Вот доверься Богу. Господь говорит, что если ты потеряешь эту скорлупку, что если ты как семя треснешь и прорастешь, то ты не потеряешь. Вот этот призыв веры, призыв Христа, он, конечно, такой вот революционный, он такой дерзкий и, ну, шокирующий. Но он призывает довериться. Сделай это. И вот как раз отношение к своей душе в контексте, да. Если ты будешь любить свою душу, чтобы вот ее сберечь, то ты, конечно, потеряешь ее, потому что не прорастая в жизнь вечную, ты останешься лишь семенем. И будешь похож на человека, которому дали один талант, и он этот один талант возвращает господину. Он не будет награжден, он будет наказан. И наоборот, если ты доверяешься Христу, то если ты готов в чем-то себе ущемить, да, ну, даже вот в эти постные дни, в чем-то себе умалить, отказать, то это и есть момент переосмысления себя как центра и вот движения к Христу. Отец Николай, наша передача подходит к концу. Спасибо вам за столь интересные ответы. Я тоже вот резюмирую совсем чуть-чуть. При вашем рассказе, при вашем повествовании вспомнился психологический такой тренинг, когда человек встает, скажем, спиной к народу, или там встает на парту даже, а люди стоят сзади. И нужно обладать определенной решительностью, определенной степенью доверия взять и упасть назад, опрокинуться, да, с абсолютной надеждой и упованием, что тебя подхватят. Вот мне кажется, здесь в том числе есть определенное такое назидание нам, тем, кто хочет быть христовыми учениками и Божьими чадами, развивать в себе этот навык, уметь падать в руки Божьи, зная, что эти руки тебя точно подхватят. Упование не посрамит. Да. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что были сегодня с нами. Читайте Евангелие, просвещайтесь, и не откладывайте это в дальний ящик. Храни вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин